Ротуйте котика! Александр Папко, провитание, Саш! Здравия желаю! О, вось так! Я, видишь, ну вот и разгубилась! Ну, обычное приветствие в нашей структуре, так что не пугайся! Ну, давай тогда со статистки моих заусюду распочнем, я так кроху прощла о себе, споделюсь, что я так сама нас не занадто напыжаю! Так, ну, есть моменты, которые, может быть, тебя испугают, но давайте приступим! 19 октября, неделю назад, во второй половине дня, в квартире по улице Одесской 4, спасатели извлекли палец мальчика 2018 года рождения из пластиковой игрушки. Вот, игрался, видишь, и попался в такой вот западню. Спасатели, конечно же, высвободили его, мальчик не пострадал. 20 октября, в начале 11 вечера, в результате неосторожного обращения с огнем при курении, в частном доме по улице Туполева загорелся матрас на кухне. 21 октября спасатели снова оказывали помощь ребенку на улице Ташкентской уже. В этом случае тоже палец застрял в игрушке, только уже у девочки, и тоже 2018 года рождения. Так что, ну, не знаю, родители, повнимательнее, пожалуйста, потому что... Сочите, так, за беспекой на вот эту такую выпадку. Дети не страдают, ну, спасатели приехали, достали, и палец на месте. А так, может, конечно, и более плачевно все заканчивается. А вот в пятницу около 8 вечера горело имущество в квартире на улице Платонова, 21. Виновница возгорания находилась в состоянии алкогольного опьянения. Причина – поджог. Угу. Тобок, невысь гэта классика, колеса. Так, около 9 вечера в этот же день горели постельные принадлежности в квартире на улице Бельского, 49. Ну, а тут уже причина происшествия типичная. Выпивший мужчина допустил неосторожность при курении. В ночь на 22 октября при движении по улице Некрасова задымился трактор 2004 года выпуска. Водитель не пострадал. А в 8 утра при движении по Гомарнику загорелся уже легковой автомобиль Мазда 2008 года выпуска. Предположительно, короткое замыкание. В ночь на 23 октября снова союз алкоголя и сигареты привел к беде. То есть так ты на вот называешь. Да. Горел матрас в квартире дома номер 63 по улице Плеханово. Также этой ночью спасатели выезжали на переулок Мозорский. Но тут уже все интереснее. Пока жильцы дома спали спокойно себе, в обшивке стены началось горение из-за короткого замыкания проводки. И хорошо, что в доме был установлен пожарный извещатель Марта, который и разбудил жильцов. Да, вот тот самый случай. Когда нужно задуматься об установке пожарных извещателей у себя в жилище. Ну а если они есть, то проверить их работоспособность, поменять батареечку. Чуть-чуть попозже расскажу, что можно сделать, чтобы самим, вот допустим, если вы престарелый человек, который не может достать до потолка сам. Чуть-чуть позже, там после, может быть, песни расскажу, как это можно сделать с помощью работников МЧС. Вот такая тоже услуга есть, бесплатная. 24 октября на улице Горуна работники МЧС выезжали на очередной автопожар. Загорелся легковой автомобиль Peugeot 2003 года выпуска. А в первом часу ночи 25 октября горел мусор в подвале дома номер 90, корпус 1 по улице Алтайской. Даже несмотря на то, что доступ в подвал был ограничен, там имелись следы проживания людей. Причина возгорания, конечно, неосторожное обращение с огнем, но пока непонятно, с чьей стороны. Лицо пока не установлено. Ну, видимо, может, сами жильцы, знаешь, устраивают там какие-то... У меня просто вот у родителей есть тоже такие вот соседи, которые в подвале прячутся, может, от жен, не знаю. Ну, и вот они туда спускаются, несколько мужчин, и выпивают, и даже покуривают. Я им как бы делал замечания пару раз, но, в принципе, это безобидные вроде бы люди. Аккуратно всё они делают. Но, тем не менее, видишь, я очень редко там бываю, и поэтому они, наверное, забывают про то, что я им рассказываю про эти всякие... Я думаю, треба терминово звернуться до жёнок и сказать, не пускайте мужа в весь этот подвал. Ну, не сварытесь за нато, как бы зены не сникали туда. Я думаю, они даже не подозревают, чем они там занимаются так втихаря просто. Но, знаешь, вот так тоже не хочется, казалось бы, и ссориться с соседями, знаешь, там, и по-хорошему хочется, и, может, и не ругаться, не сдавать их жёнам, допустим. Но, тем не менее, вот из-за таких моментов иногда вот бывает, случается беда. Потому что люди думают, ну, это же наш сосед, что есть такого плохого? Ну, пьяный там, спит в подъезде, всё нормально. А потом этот сосед закурил у себя дома тоже пьяный и сжёг и свою квартиру, может, соседнюю. Люди могут ещё и надышаться дымом. И тогда уже нельзя говорить вот так прям, что такой сосед хороший, мы его сдавать не будем, да, там, пожарным тем же. Вот, в любом случае, нужно какие-то меры предпринимать и обращаться в МЧС, допустим, или там, участковый милиционер есть, нужно ему обратиться. Ну, или как-то поговорить с этим соседом. Вот, продолжим. Ещё пару случаев. 25 октября в 13.54 на 112 от прохожих поступило сообщение о дыме из квартиры по улице Рабкоровской, 21. По прибытии к месту вызова спасатели увидели дым из окна второго этажа дома. В ходе тушения стало известно, что в жилой комнате квартиры произошло загорание имущества. А работники МЧС в горящей комнате на диване обнаружили хозяйку квартиры, женщину 58-го года рождения, которую вынесли из опасной зоны и передали бригаде скорой. Женщина госпитализирована, причина пожара пока что предполагается неосторожное обращение с огнём этой женщины. Ещё об одном происшествии расскажу, которое произошло вчера вечером. В квартире на улице Нёманская, 52, загорелись пластиковые элементы варочной панели на кухне. Ох, як. Вот через это происшествие хотелось бы ещё раз напомнить, что любой электроприбор способный устроить пожар у вас дома. Так что будьте внимательны к ним, относитесь всегда с опаской, с осторожностью. Ну и отключайте из розетки, если не используйте обязательно. В режиме ожидания электроприборы тоже потребляют электричество и могут спровоцировать загорание. Ну вот это так, звучка. Я ж там чтось покину, поколь, что не потребно. И вот это не потребно, да рэча, зарядка от мобильного. Я думаю, что многие испытаются. Идыш, я бачу тых часам, кто каже, ай, ну я там ночью поставлю, кабы усё гэта пройшло. Альбо там пайду куда-нибудь покину. Так можно рабить? Ну конечно нет. Особенно, знаешь, ещё зарядка куда не шло, но я думаю, что у каждого дома есть телевизор, который не достаётся из розетки. Так что тоже обращайте внимание на эти, конечно, моменты. О, а микроволновка. Как удобно, да? Вот заходишь на кухню, а там часы светятся. А там уже всё готово и всё бачно. Нет, ну да, ты смотришь там, утром проснулся, оп, часики посмотрел, 7.00, пора вставать. Вот, так что смотрите, внимательно относитесь к своей безопасности, потому что это кажется, что беда минует вас всегда, и это никогда с вами не случится, но вот исходя из этой статистики, такие случаи случаются и очень даже часто. Так, я так разумею, что мы кропку ставим у статиста Цельбоа Шести? Да, я думаю, достаточно. И так уже сколько порасказать. Хопить, пожать. Ну, это не всё, конечно. Ну, спасатели намного чаще выезжают, и каждый день по десятке раз могут выезжать на различные ЧС. Это только малость из всей сводки, понимаешь? Там очень много, особенно касается, что животных. Ну, это за усёдь, наверное. Уже были такие летальные исходы. Бережите котиков, вы что хотите сказать. Да, бережите котиков, закрывайте окна даже на режиме проветривания, если вы не дома. Ну что ж, я нагадаю, что на первой, у нас такая гульня. Конечно же, как за усёды Минское городское управление с подарунками приходить, тому литерально про с некольких хвилин распочнём. Я нагадаю, у нашей студии гость работник Центра пропаганды Минское городское управление Министерства по незавычайных ситуациях Александр Папко, и мы обьяцали гульню. Давай, Саш, задавай питание. Так, вопрос. Значит, спасибо моей коллеге Анастасии Гарбер, которая нашла этот вопрос. Говорит, очень хочу, чтобы ты его задал. Связан он с курением, потому что у нас, видишь, очень много всё-таки пожаров происходит по вине курильщиков, которые в состоянии ещё и алкогольного пьянения находятся. Поэтому вопрос на эту тему. Я хочу узнать, в какой стране курильщиков раньше, раньше не сейчас уже, приравнивали к ворам и водили с верёвкой на шею, вот так по улицам, наказывали, чтобы люди все видели. Так, она все их хвост, только ведали, что вось он твой самый злодей. Да, да, чтобы все знали. Что это за страна? Назовите, пожалуйста. Я нагадываю, что отказом мы от вас чекаем у суполкового радио столицы ВКонтакте, раздел «Поведомления», той, кто перше правильно откажет на пытание, отрмая подоронок от Минского городского управления Министерства по незавычайных. В ситуациях ясча раз нагадаю, вось, некая страна ёздок, вось, уёй, калісті кожных, кто, вось, умеў эту звычку непрыемную, мох высти, докладни, яго могли вывести, да, к на улицу. Да, водили с верёвкой. Ну, и причём, знаешь, как бы, ты куришь, значит, ты вор. Понимаешь, это как-то серьёзное обвинение. Паветра, вось, крадеш. Если бы у нас было такое обвинение, мне кажется, тоже люди перестали бы курить, да, вот, психологически. А ёвляеш, колькі пажару могли мы пазбавіцца, кабысь, такая была ситуація? Ну, тогда, видишь, можно было бы трактовать и так, знаешь, ну, вот курильщик, допустим, сжёг своё жилище, а тогда же дома были все деревянные, обязательно и соседский дом там сгорел. Это то же самое, что своровал его дом, да, получается так. Ох, вабачайте нас, курильщики. Ты мне менш, вось, тут, видать, с песни слов не выкинеш. Нагадываюсь, что мы чекаем от вас отказу, ну, а тым часом абецальним рассказать, что же рабіце вось. Так, калі раптам вы хочете, кабы вас был в доме опавяшчальник, калі па некіх прачынах не можэце установіць, так? Яго, Саш, расскажи, я так разумею, что гадзвязанно непосредоцензакцей. Так, може установить, так перефразіровала немножко, ну, допустим, вот я говорил, что если пожилой какой-нибудь человек, да, вот бабушка, ну, нету у него рядом там внуков, детей, уехали куда-то там далеко живут, и, ну, надо как-то проверить там извещатель у него, допустим, на потолке. Вот, батарейку поменять, там, еще что-то. Сама она, соответственно, не может, да, туда залезть. А может обратиться за консультативной помощью в территориальный какой-то отдел или подразделение, орган по чрезвычайным ситуациям. Работники МЧС для проведения вот этого вот обследования противопожарного состояния жилья прибудут в назначенное время, там, обсудят уже. Вот, это можно сделать только, поправка, да, только до 2 ноября, потому что сейчас, вот, с 17 по 2 ноября проводится республиканская акция по предупреждению, собственно, пожаров и гибель людей от них в жилищном фонде, который называется «За безопасность месте». Для чего? Ну, понятное дело, что повысить уровень безопасности населения, ну, и также, как бы, подготовить, помочь подготовить жителям свое жилье к осенне-зимнему периоду. Это, кстати, не только бабушки и дедушки, это может любой сделать гражданин. Пожалуйста. Ну, я до того, что все-таки, напевно, коли мы, ну, такое, больше молодое, так думаю, в поколениях, это частей можем заробить нам простей, то вось пожилым людям, ну, часом, справды складанное, але речь все-таки необходная. Я лечу в доме, ну, я думаю, ты со мной сгоден. Да, конечно, но тут не только речь идет об извещателе, а вообще, в принципе, весь комплекс работ для подготовки вот к этому осенне-зимнему периоду. Ну, допустим, да, вот, если это частный сектор, ну, обязательно там печь, там, посмотреть туда-сюда. Ну, это должен сделать каждый человек. Ну, а работники МЧС, безусловно, будут помогать какой-то определенной категории людей сразу по умолчанию. Это, кстати, продолжение. Эта акция не только проводится для того, чтобы помочь как-то консультативную помощь оказать тем, кто хочет, кто хочет обратиться в МЧС. Ну, и вообще, в принципе, ну, есть категория людей, вот, допустим, одинокие, одиноко проживающие пожилые граждане, инвалиды, семьи, в которых дети находятся в социально опасном положении. Тут работники МЧС по умолчанию будут посещать такие семьи, приходить домой и предлагать какие-то, ну, свои услуги в проводку посмотреть или там какие-то еще моменты, розеточку там бабушке или извещатель подкрутить. Ну, и тому подобное. Что будет происходить, да? Вот инструктивно-разъяснительная работа по соблюдению правил пожарной безопасности. Напомнить, как нужно себя вести там при пожаре, как нельзя вести, что нужно делать, куда звонить и тому подобное. Люди забывают, если это не делают. Это очевидный факт, да? Допустим, меня тоже вот сегодня спросили коллеги на работе такой вот, казалось бы, вопрос очевидный, не скажу какой, потому что... То есть только я хотела сказать, давай, что там ты не ведаешь? А я не знаю, я не... Ну, ладно, там, в общем, ну, я из Жабинки, да, возле Бреста. И я единственный в коллективе, кто там, как бы, возле Брестской крепости. И был там вопрос где-то, сегодня проходил лучший пропагандист. У нас конкурс сейчас проводится на протяжении трех дней. Определяем лучшего, делимся опытом и тому подобное. Вот, и один из вопросов был, в каком году вот Брестская крепость получила вот этот вот статус, да, там, Брестская крепость-герой, открылся мемориально этот комплекс. А я, ну, как-то мне даже и стыдно стало, потому что я помню, ну, примерно там, 70-е где-то... Ну, в общем, не ответил на этот вопрос, вот. А всё почему? А знал, но забыл. Если бы кто-то мне напоминал периодически, я бы это не забыл. То же самое и здесь. Если мы будем приходить к людям, напоминать какие-то правила, они будут об этом всегда помнить и в стрессовой ситуации, конечно, сделают какие-то правильные действия. Ну что ж, я так думаю, что у всех, кто хотел, зантовал, так и сможет скоростаться. Вот теперь на всю страну сказал, что я не знаю такой вот факт, а там же... Ну, давай, мы тебе как-нибудь да поможем успокоиться, а тыкали ласкопокольщину на гадай пытаний, да мы что-то будем подводить выники. Так, смотрите. В какой стране курильщиков раньше приравнивали к ворам и водили с верёвкой на шее? Вот такой вот факт. Суполка рада её столице ВКонтакте. Раздел поведомлений. Литерально про из некольких хвилин будем подводить выники. Час без спеки. Час без спеки и стоп гульня. Будем подводить выники и, конечно, и возначаться с пероможцем. Саша, нагадывай, калиласка, что было за пытание и самый холодный отказ? Так, вопрос был, в какой стране курильщиков приравнивали к ворам и водили с верёвкой на шее? И это было в Англии. Вот, если есть такие ответы... Оказывается, у нас, видишь, разные были варианты. Были варианты Японии, причём не один вариант. Была пропадовалась Российская империя, например. Ну, всё это вы уже зрозумели неправильно. Неколькие варианты были правильные. Але вот самый перший, самый докладный была Ирина, якая сказала, что это справдый Англия. Виншую вас, Ирина. Худка расскажем, где и як забрать подарунок. Ну, а остатнём дякую, кажем, мы нагадываем, что гэта не обошняя гульня за ротовальниками. Будет новая сярода и будут новые опытания. Дамо пажыдаем по успеху. Ну, а тым часам, ёсць, яшчэ, у нас тема, я хотелось бы хотя бы так коротенько закрануть. Некольких хвилин застаётся, Саш. Дэвай, ось, про гэтых самых братаў меншых. Ну, гэта я, конечно, так, не в литеральном сэнсе. Да, вот мы неделю назад говорили, ты спрашивала, вот что делать там, змеи заползают в летучие мыши, да? Ну, сейчас такая пора года, когда пытаются спрятаться, знаешь, где-то, где тепло, там, где же мухи. Ну, ладно, о мухах не будем, но, допустим, вот змея. Что делать, если змея? Ну, тут очень всё просто. Лучше ничего не делать. Лучше сразу покидать помещение, потому что, да, мало ли, что это за змея. Ну, если, конечно, знаешь, как этих людей вот называют, которые со змеями... Ну, караці кажучи, калі вы раптом не спеціаліст па. Да, герпетолог или как там. Па вось гэтым страшэнным, макчам. Да, если вы не профессионал в змеях, ну, тогда лучше покидайте. Если вы видите, что это там уш, например, и вы уверены в этом, ну, конечно... Всё равно страшно. Ну, кому как, понимаешь? Кто-то может не боиться змей. То же самое с пауками. Ну, пауков страшно, конечно, но не стоит вызывать пожарных, потому что у вас пауку в доме. Так хотелось. Да и нет таких у нас в Беларуси прям ядовитых, которые там накинутся на человека, и всё, и он умрёт. Нет такого. Так что о змеи как раз таки есть. И поэтому нужно быть всегда аккуратными. Сообщите спасателям, и мы приедем обязательно. Уберём эту змейку из вашего жилья. Вот. Очень часто сейчас поступают сообщения о том, что летучие мыши залетают. Они вот, ну, ищут где бы перезимовать, переждать холодное время года. Поэтому есть несколько советов, которые вы можете делать, в принципе, сами. Но тут тоже нужно учитывать тот факт, что, допустим, ну, сейчас ещё можно словить, допустим, у себя в квартире, вот, залетела летучая мышь, вы её словили, выпустили. Но если вот чуть позже уже будет, допустим, когда уже будет замороз, там, зима, и вы увидели зимой у себя летучую мышь в доме, ну, тут уже, ну, она просто погибнет, может, если вы её выпустите на улицу. Поэтому уже или не тревожьте её, пусть она спит, она там все спокойненько будет в спячке, и вас трогать не будет. Ты буквально так и жить в одной квартире с её. Ну, можно в подвал, допустим, спустить, да. Но есть, конечно, можно передать специалистам обязательно, там, можно найти контакты в интернете, которые приедут и заберут. Спасателей в этом случае, как бы, вызывать тоже не следует. Что делать, если, вот, допустим, сейчас, да, оказалось ли, чем уж? Ну, не паниковать, во-первых. Потому что я уже говорил, что они очень даже милые, безобидные. Вот. Но, тем не менее, какие-то такие способы обезопасить кожу рук, допустим, надев перчатки, не помешает. Закройте максимально какие-нибудь толстые наденьте такие перчатки. Ну, что, ну, неприятно, когда кусает какое-то животное, неважно, оно милое, не милое. Тем не менее, есть какие-то и заболевания, которые передаются с помощью укуса, слюны и тому подобное. Так что надели перчатки, подождали, пока она куда-нибудь сядет, потому что, если вы будете ловить ее на лету, то, скорее всего, вы сломаете ей там все подряд. И крылья сломаете, и вообще можете убить. Ну, потому что они очень хрупкие, там, косточки очень, очень маленькие. А рука у нас, ой, ее. Тем более, в порыве страха можно и, да, там, метелкой задавить ее. Вот, так что подождали, пока она куда-нибудь сядет на какую-нибудь поверхность. И вот сейчас интересный момент, да. Можно взять какую-нибудь коробку. Можно взять кастрюлю, может быть, какой-нибудь. Ну, что-то в этом роде. Желательно что-то еще такое вот плоское. Может быть, крышка, это быть от кастрюли. Может быть, кусок фанеры. Ну, что-нибудь такое прочное и желательно тонкое. Этой кастрюлькой мышку хлоп. Так, ну, быть хлоп, осторожно давайте родить. Да, вот что, ну, чтобы она, да, внутри оказалась кастрюля. И потом аккуратненько вот эту вот фанерочку между поверхностью, где она сидела, и верхом кастрюльки просунуть, чтобы, ну, таким способом ее закрыть там. И ведь она так будет там жить, пока вы куда-нибудь. Не надо ее жить, нет. Вот сейчас я говорю, что можно ее еще отпустить на улицу. Не, ну, коленица первая, да, тогда уже нужно, ну, куда-то передать специалистам в таком состоянии. В таком состоянии жить тоже, как бы, наверное, не очень. Ну, то есть я и пытаюсь, как, то буквально так, хлоп, и пошли шукать там, куда ей передать. Слушай, ну ты... Не, ну, вот чекай, треба подробя за алгоритм, якось быть, люди не разумеют. Все правильно, да. Можно хлоп, можно вообще, в принципе, специалистов позвать, пусть они ее и словят, если, ну, если сомневаетесь в своих силах. Вот, если, допустим, ну, уже совсем боитесь, там прям паника у вас, ну, позвоните уже на 112, мы приедем и сделаем это дело за вас. Так. Но, в принципе, я веду это к тому, что этот алгоритм можно сделать самостоятельно, без участия вот целого отделения, допустим, спасателей на пожарной машине. Ну, что ж, я думаю, что все будет удачно и у нас, и у их, и у вас. Уважаемые господарства, у нас тут подыходить программа до завершения, тому занотовали, калиласка, и дяк, Саш, что рассказал. Для наших слухачев, я нагадаю, что студии был гость, работник Центра пропаганды Минска городского управления Министерства по нацзвучайных ситуациях Александр Папко. И Марту Кудалей. Всем поколь. Субтитры создавал DimaTorzok